Мы хотим связаться со спиритистом и медиумом Марфой Абрамовной Турищевой. Вы можете выйти с нами на связь? Вам привет! Канал Табу Искатели Паранормального представляет. Представляем вам оккультное сообщество, которое откроет перед вами врата в неизведанное. То, что поможет расширить ваше сознание и даст возможность жить более осознанно. Десятки авторских трудов в области графической магии. От профессионала своего дела, ведьмака-чернокнижника. Полезная информация, которая поможет вам познать самих себя и душу. Сообщество нацелено не на слепую веру в магию и оккультизм. В большей степени это научные эксперименты с тонкими энергиями и влияние их на физическую материю, философские размышления и практический опыт, которым с вами поделятся. Также бесплатные стримы, на которых вы можете получить ответы на любой вопрос через расклады на Таро и на Рунах. Подписывайтесь на сообщество Ведьмака-чернокнижника. Ссылочка в описании ролика. Не пожалеете. Всем привет, друзья. С вами канал Табу. Искатели паранормального. И это рубрика «Транскоммуникация». В этой рубрике мы записываем феномен электронного голоса с помощью прибора, который мы собрали сами. Этот прибор называется «Вандербокс». Он собран по схемам американских охотников за привидениями. Феномен электронного голоса нас всегда привлекал. Мы, как известные исследователи Константин Раудев или Фридрих Юргенсон, пытаемся связаться с потусторонним миром и найти ответы на интересующие нас вопросы. Происходящее можете верить, можете не верить. Это дело каждого. Мы ставим эксперимент и делимся с вами своими наблюдениями. В данной серии мы свяжемся с Турищевой Марфой Абрамовной. Она была известна тем, что занималась спиритизмом, медиумизмом, а также ее считают ведьмой. Но так ли это? Сегодня с помощью ЭГФ мы попробуем связаться с Марфой и задать ей вопросы касательно ее надгробия и ее жизни. Возможно, с нами выйдут на связь и другие представители тонкого мира. Все ответы будут дублироваться. Итак, начинаем. Мы включаем наш вандербокс и задаем вопросы. Городская легенда гласит, что усопшая была медиумом или ведьмой. Практиковала магические ритуалы и общалась с духами. После смерти ее призрак частенько появляется на кладбище. А если загадать желание около могилы в определенный день, то оно непременно сбудется. Любопытно, что доказательством мистического прошлого покойной сочли расцарапанное надгробное фото и отсутствие на камне даты рождения. Хотя есть иная версия, что сделана для того, чтобы она никого не могла якобы проклянуть. Каких-то доказательств, что Мария Абрамовна причастна к оккультным практикам нет. Возможно, это просто плод воображения местных жителей. А возможно и нет. Также говорят, что время от времени на могиле Марии Абрамовны видят привидение. И рассказывают, что якобы периодически там появляется сама Марфа и какая-то старушка в черном. Сама необычная форма памятника и отсутствие даты рождения на мемориальной табличке тоже дало повод к разговорам о том, что Марфа возродилась и жива. И именно она появляется у могилы в день своей смерти. Как верят водокраснодарцы, видно на надписях по табличке «Она жива» и «Я вернулась». Мы хотим связаться с Турищевой и Марфой Абрамовной. Мы хотим связаться со спиритистом и медиумом Марфой Абрамовной Турищевой. Вы можете выйти с нами на связь? Мы проводим сеанс ЭГФ. В наше время так можно наладить связь с Тонким Миром. Вы можете нам ответить? Скажите, может ли сама Марфа нам ответить? По-моему, я здесь. Мы хотим задать вопросы по поводу Марфы, которые всех интересуют. Она действительно была спиритистом? Скажите, пожалуйста, была ли Марфа медиумом? Да, что я сглаждаю. Если она была медиумом, как она выходила на связь с потусторонним миром? Скажите, пожалуйста, Марфа действительно была ведьмой? По-моему, был ответ «да». Легенды о том, что она была ведьмой, додумали люди. Хотя это уже неуместный вопрос. Она была ведьмой, да? Я так понимаю. Ответьте еще раз. Говорят, что у легендарной могилы Марфы видят саму Марфу. Это реально или это выдумка? Реально ли ее там видят? Нет, по-моему. Я сейчас услышал что-то про Марфу. Почему на надгробье Марфы нет даты рождения? Почему портрет на надгробье Марфы испорчен? Говорят, это сделали специально, чтобы она не прокляла никого. Это действительно так? Скажите, пожалуйста, что за старушку в черном видели у могилы Марфы? Говорят, что Марфа возродилась и в дату своего ухода в тонкий мир появляется у своей могилы. Это может быть реальностью? Или это слухи? Скажите, пожалуйста, кто сделал надписи на табличке? Она жива, и я вернулась. Кто их сделал? Это правда, что если загадать желание у могилы Марфы, оно сбудется. Скажите, пожалуйста, так есть мистика вокруг Марфы? Или это выдумка? Может ли сама Марфа нам сейчас что-нибудь сказать? Или передать послание? Мы хотим услышать голос Марфы. Марфа, передайте нам послание. Через Вандербокс. Итак, Марфа и все те, кто выходили с нами на связь, мы благодарим вас за сеанс и отпускаем. Спасибо вам за общение. Были ответы, я вот только не разобрал, к сожалению. Мы постараемся разобрать все, но вы уже все услышали. Это был сеанс АГФ через Вандербокс. Если вы были впервые на нашем канале, вам понравился ролик, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Но если же вы нас всегда смотрите, также ставьте лайк, и мы ждем от вас ваш комментарий. Также, друзья, в начале ролика мы говорили про Ведьмака Чернокнижника. Не забывайте подписываться, ссылочка в описании. А мы прощаемся, но ненадолго. Всем удачи, спасибо за просмотр, всех любим, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok